Мало кто помнит Ольгу Беляеву, первую жену знаменитого сейчас режиссера Дмитрия Астрахана. Она была успешной актрисой, которая сыграла в 13 фильмах, но к сожалению Ольга погибла слишком рано. На момент смерти ей было всего лишь 35 лет. Ольга родилась в небольшом поселке Свердловской области 22 июня 1964 года. Ее семья была очень простой и небогатой, мама трудилась в школьной столовой, а отец на заводе. Что касается ее личной жизни, первые несколько лет в семье Ольги Беляевой и Дмитрия Астрахана царила любовь и понимание. Правда, горя в семье тоже хватало. Первенец пары появился на свет с тяжелым заболеванием и умер, не прожив и двух месяцев. Отец и мать тяжело переживали смерть мальчика, но собрались с духом и попытались стать родителями во второй раз. В 1993 году у них родился сын Павел. Через 5 лет после рождения наследника брак затрещал по швам. Дмитрий влюбился в артистку балета Мариинского театра Елену и не в силах обманывать законную супругу ушел из семьи. Развод Ольга переживала очень тяжело. Дмитрий не бросил своего сына, помогал бывшей жене материально. Однажды ночью в квартире Ольги начался пожар. По слухам, кто-то поджег дверь квартиры актрисы. Ольга с просвони, не до конца проснувшись и не осознав, что она делать, испугалась едкого дыма, схватила сына и выскочила на лестничную клетку. Это была ее страшная ошибка, ведь женщина с маленьким ребенком на руках угодила прямо в пламя огня. Мама и 7-летний мальчик получили серьезные ожоги, несмотря на все переложенные усилия врачей и экс-супруга, который тут же бросил клич в социальных сетях с просьбой о помощи. Женщина скончалась через 10 дней. Павел выжил, но эти годы восстановления были для него очень тяжелыми. Мальчика постоянно лечили, в том числе в европейских клиниках. Испытывая жуткую боль, он делал гимнастику, растягивая кожу, которая потеряла свою эластичность. Воспитывался ребенок в новой семье, ца и мачеха относилась к мальчику с огромной любовью и состраданием, словно к собственному ребенку. Смерть мамы от него скрывать не стали, и вскоре ребенку пришлось с этим смириться. Могила актрисы выглядит вполне ухоженной и опрятной. У нее нет вычурного дорогостоящего памятника. Простое надгробие выполнено из светлого камня. На золотистой табличке черными буквами выведено имя и даты жизни актрисы. Внизу у подножня горестно склонив голову ангелочек, которые оплакивают гибель молодой души. Там же стоит портрет актрисы. Могилка не огорожена забором, на ней появляются живые цветы, которые приносят любимой матери сын Павел. Иногда сюда приходит и бывший муж Дмитрий Астрахан.